Можем ли мы отправиться в космос, перемещать миры, переделывать планеты, расселяться в соседние звездные системы? Мы не способны навести порядок даже на родной планете, раздираемые враждой и ненавистью, загрязняющие окружающие среду, убивающие друг друга из-за несдержанности, небрежности или даже умышленно. Более того, мы существа, еще недавно убежденные, что Вселенная была создана исключительно ради нашего удобства. Я глубоко сомневаюсь, что далеких звездных систем достигнем именно мы с нашими нынешними обычаями и социальными установками. Если мы и далее будем накапливать лишь силу, а не мудрость, то, несомненно, самоуничтожимся. Для самого нашего существования в далеком и неизвестном будущем требуется, чтобы мы изменили наши институты и изменились сами. А как я берусь гадать о людях далекого будущего? Думаю, все дело здесь исключительно в естественном отборе. Если мы станем хотя бы чуть более жестокими, недальновидными, невежественными и эгоистичными, чем мы есть сейчас, то практически наверняка у нас нет будущего. Если вы молоды, то вполне возможно, вам повезет, и вы застанете первой экспедиции человека на околоземные астероиды и на Марс. К тому времени, когда мы, наконец, будем готовы заселить даже ближайшие планетные системы, люди изменятся. Это произойдет просто из-за смены многих поколений. Нас изменят и иные обстоятельства, в которых нам предстоит жить. Наш вид умеет приспосабливаться. Это не мы достигнем Альфа-Центавра и других соседних звезд. Это будет вид, очень напоминающий наш, но сохранивший больше наших достоинств и меньше наших недостатков. Вид, чей образ жизни будет сильнее напоминать тот, который нас сформировал. Это будут более уверенные, дальновидные, умелые и благоразумные существа, такие, которых мы бы с удовольствием видели нашими посланниками во Вселенной. Ведь, насколько мы знаем, она изобилует гораздо более древними и могущественными существами, которые очень не похожи на нас. Нам повезло, что звезды и планеты разделены такими огромными расстояниями в космосе. Существа и миры изолированы друг от друга. Этот карантин ослабляется лишь для тех, кто обладает достаточным самосознанием и рассудительностью, чтобы путешествовать от звезды к звезде. Наши далекие потомки, спокойно расположившись во многих мирах в Солнечной системе и за ее пределами, будут объединены общим наследием, общим уважением к родной планете и памятью о том, что какова бы ни была иная жизнь в этом необъятном космосе, все люди во всей Вселенной происходят с Земли. Спасибо, мама.